В эфире программа «Горизонт событий». С вами ее ведущая Наталья Ветрова. Здравствуйте. На этой неделе состоялась 15-я сессия законодательного собрания. На повестке были самые актуальные и важные вопросы. Как отметил глава региона, многие из них исходят от самих жителей Приангария. Наша съемочная группа тоже присутствовала на заседании парламентария. Подробности в следующем сюжете. Заседание началось с церемонии награждения. Игорь Кобзев и спикер регионального парламента Александр Ведерников вручили почетные грамоты губернатора Иркутской области. За отличную работу наградами удостоили нескольких жителей Приангария. Также депутаты ЗАГСобрания утвердили кандидатуры для награждения почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Ими оказались два человека. Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района Таисия Чернова и многодетный отец из Шелиховского района Алексей Панкин. Когда Людмила Михайловна Берлина вручала первый знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание», она мудро заметила, что главное богатство Иркутской области – это люди. Именно благодаря простым людям, труд которых нам порой незаметен, живет и развивается наша область и наша страна. Так стартовала работа 15-й сессии Законодательного собрания Иркутской области под руководством его спикера Александра Ведерникова. Законопроекты, которые рассматриваются на этой сессии, они очень интересны, очень востребованы два законопроекта, которые касаются наших льготников, региональных льготников, ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны, реабилитированных лиц и работников учреждений культуры. Продолжаем тему по предоставлению льготникам права выбора. Либо компенсации за твердое топливо в сельской местности, либо твердой денежной суммы ежемесячной вместо этой компенсации. Подобные меры поддержки для льготников в части приобретения и доставки твердого топлива сейчас существуют в двух регионах. Их опыт изучили эксперты при Ангаре. Мы нашли только два субъекта. Это республика Хакасия и республика Алтай. И эта сумма составляет в два раза меньше, чем предлагается по инициативе депутатов. Особое внимание уделили и другим социальным темам. Например, мерам соцподдержки участникам СВО. Здесь за бойцами ЧВК, которые являются ветеранами боевых действий, закрепили льготы, действующие для остальных участников спецоперации. Парламентарии приняли решение уравнять их в праве на меры поддержки. Кроме того, продлили сроки действия маткапитала в регионе до 2030 года. Всего в повестке сессии 35 вопросов. Участие в заседании приняли 45 депутатов. Для нас сегодня показатель со стороны федерального бюджета – это исполнение всех национальных проектов. Это сегодня главная возможность дальнейшего финансирования на следующих объектах и в разных территориях. Видим, что сегодня есть недостатки в работе. Их надо мобилизовывать, устранять, их, конечно, реализовывать. Малена Мартынова, Дарья Пастушенко, Константин Синицын, Сергей Коваленков. Горизонт событий. И сегодня о прошедшей сессии и принятых на ней решениях мы будем говорить с председателем комитета по здравоохранению, социальной защите и законодательного собрания Иркутской области Артемом Валентиновичем Лобком. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, на самом деле, частый гость нашей студии. Я этому очень рада. И сегодня мы будем говорить как раз о работе первой сессии после летних каникул. Но, на самом деле, мы об этом часто говорим. Мы и на прошлых программах говорили о том, что ваша работа, как раз, несмотря на то, что летом многие отдыхают, не заканчивается. Это и работа над законопроектами продолжается, и работа в территориях продолжается. И если говорить конкретно об этой сессии, какие вопросы конкретно для себя отметили на ней, над чем работали? Ну, учитывая профиль работы комитета, безусловно, те вопросы, которые мы готовили в рамках комитетской работы, они для меня более близкие. Ну, и надо сказать, что они ожидаемы жителями Иркутской области. Поэтому остановлюсь на нескольких ключевых законопроектах, которые были рассмотрены и приняты на этой сессии. Это, безусловно, важный вопрос о твердой денежной выплате за компенсацию дров. Почему вопрос этот важен? Поменялось федеральное законодательство, ужесточились требования к отчетности за предоставленные дрова. И у жителей Иркутской области сложилась такая ситуация, что они не могли предоставить отчетные документы. Их просто не выдавали компании, которые заготавливали дрова, потому что они не проходили в установленном законодательстве установку тарифов на стоимость данных дров. И поэтому люди не могли реализовать свои права в рамках соцподдержки. А категории, которые получают данные меры поддержки, они, безусловно, требуют такого внимания. Это ветераны труда Иркутской области, ветераны труда по федеральному законодательству, дети войны, труженики тыла, реабилитированные. Поэтому, конечно, для нас это была важная история, чтобы эту ситуацию решить. Один из вариантов решения – это установление твердой суммы, которая не зависит от того, которую человек потратил на дрова. При этом это будет дополнительной возможностью. То есть человек может оставить, либо покупать дрова и компенсировать, либо получать твердую денежную сумму, ни за что не отчитываясь. Вот. Была проведена очень большая работа вместе с правительством Иркутской области. У нас в этой работе активно работала фракция партии «Единая Россия» в законодательном собрании. И лично работа увела Наталья Гусарова, руководитель фракции и заместитель председателя законодательного собрания. В итоге проведенной работы в течение лета закон был принят. Важно, что по поручению губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева действия данного закона мы распространены с 1 января 2024 года. То есть за весь год, пока велась работа над законом, у людей будет возможность подать заявление на получение компенсации с 1 января. Поэтому по факту, если люди не обратились и до этого не получили возмещение, они смогут получить выплату за весь год. Я думаю, что это очень правильное решение, которое мы все вместе поддержали. Тем более в преддверии нашей зимы. Да, самое важное. Теперь люди смогут подготовить запас твердого топлива на предстоящую зиму. Вторым важным решением в данном законопроекте было то, что расширился перечень твердого топлива, за который можно получать компенсацию. Если ранее это были только дрова, то теперь возмещение можно получать и за уголь, и за пилеты, и за брикеты, и за горбыль. Таким образом, возможность у поставщиков также вырастет для населения готовить вот эти виды топлива. Поэтому данным законопроектом мы серьезно, вот этот вопрос, который был достаточно острый, потому что поступало большое количество обращений в законодательные собрания и в правительство, мы создали для него нормативную базу. Но теперь эта система должна работать, и люди смогут получать меры социальной поддержки и реально их использовать. Как раз мы в сюжете об этом говорим сегодня, что многие вопросы сформированы как раз исходя из запроса конкретно жителей Иркутской области. Это очень важно. Это один из принципов работы законодательного собрания. Мы с вами в начале программы проговорили, что депутаты продолжают работать в территориях. Как раз те вопросы, которые люди задают на встречах с депутатами во время обращения на личных приемах, они ложатся в основу законопроектов, которые в законодательном собрании отрабатываются и принимаются в виде уже готовых решений. Ну и вы как раз тоже, мы перед тем, как начинать программу, проговаривали многие моменты, вопросы, над которыми работали на сессии. Еще один из важных, это как раз продление регионального материнского капитала. Вот расскажите здесь подробнее. Учитывая, что 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путин годом семьи, мы, безусловно, держим в фокусе внимания эти вопросы. Игорь Иванович Кобзев выступил с инициативой продления срока реализации материнского капитала, учитывая те поручения, которые президент давал в начале года. Все федеральные программы у нас продлеваются до 2030 года, соответственно, и региональный капитал, как меру поддержки, мы тоже продлили до 2030 года. Самое главное, что у молодых семей, которые планируют решиться на рождение очередного ребенка, будет понимание, что до 2030 года такую региональную выплату они смогут получить. И это уверенность в завтрашнем дне, поэтому решение, безусловно, направлено на то, чтобы у семей, у молодых семей была возможность решиться на этот важный шаг по появлению нового человека. Артем Валентинович, предлагаю послушать ваших же коллег, которых мы записали на сессии законодательного собрания, выслушать их мнение о том, как прошла работа, и продолжим наш диалог. Артем Валентинович, председатель Анатолий Крым Отношусь, безусловно, положительно, скажем, по тем же дровам. Я сам был в числе инициаторов данного законопроекта. Очень много вопросов поступало с места. Действительно, вот есть определенные нюансы, которые федеральный закон учесть не мог. И поэтому принятие данного решения, я думаю, снимет социальную напряженность, особенно по дровам. По маткапиталу, я думаю, тема не обсуждается. Надо рожать ребятишек и поддерживать матерей. Ну и по участникам СВО то же самое. До победы тут однозначно. Мы видим, какую тенденцию выбрало федеральное правительство. Идет изменение в законодательстве распределения бюджетирования. Мы прекрасно понимаем, что чтобы населенные пункты первого уровня, то есть маленькие села, деревни и так далее, имели возможность использовать те программы, нацпроекты и все остальное, то нужно общее консолидирование финансов на уровне района. Иначе мы просто не можем четкую цепочку выстроить логики. Немногие поселения в районах могут себе данную позволить. Эта инициатива приветствуется. И вот до этого очень хороший пример Чумского района был, сейчас Чумский муниципальный округ, и сейчас еще два округа. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы продолжаем принимать закон социальной направленности. Сегодня мы продлили действия обоснованного матерейского капитала. Теперь срок действия закона 31 декабря 2030 года. До этого ограничивались 2026 годом. Каждый из перечисленных вопросов имеет большое социальное значение на нашей территории, как, впрочем, и во всей России. Что такое мат-капитал, особенно на тех территориях, где демограммическая ситуация усложняется. И люди сельских территорий и со многих-многих городов сегодня покидают свои родные места и уезжают. Поэтому, безусловно, вопрос мат-капитала, поддержку материнства, как приоритетный вопрос, сегодня рассмотрели мы на законодательном собрании и приняли положительное решение. Безусловно, законодательное собрание Иркутской области должно изыскивать, оно принимает эти решения по поддержке военнослужащих, членов семей, всех тех, кто оказывает реальную помощь и участвует в этих вопросах. Артем Валентинович, социальный блок вопросов действительно всегда на сессиях, вот особенно я наблюдаю за работой, так как очень часто мы как раз делаем программы с законодательным собранием, с парламентариями, наблюдаю за работой сессий, и социальный блок действительно занимает большую часть вопросов. Но если говорить о планах, потому что уже все-таки конец года, понятно, что вы закладываете большой задел и на работу в следующем году, вот что в перспективе, над чем будете работать? Сейчас мы, несмотря на летний период, работа в законодательном собрании не останавливается, и начиная уже с августа, мы вместе с правительством начинаем работу над бюджетом. Ну, начали ее уже. В этом году работа над бюджетом была начана в проектных офисах, и по всем региональным программам, по которым реализуется бюджет Иркутской области, профильные комитеты вместе с профильными министерствами в первом приближении посмотрели бюджет. То есть, соответственно, на площадке Министерства социального развития, опеки и попечительства и Министерства здравоохранения мы обсудили те программы, которые планируют циклализация в 2025 году. И есть уже вопросы, которые мы перед формированием бюджета ставим как приоритетные, как важные те, которые нас волнуют. Ну, например, если брать вопросы здравоохранения депутатов, законодательное собрание, безусловно, беспокоит объем средств, которые будут направлены на капитальные ремонты. По сравнению с предыдущими годами сумма снижена, и нас это беспокоит, потому что есть два фактора. Безусловно, у нас есть сейчас программа модернизации первичного звена, плюс крупные федеральные ремонты и строительства. И часть региональных денег было перемещено на софинансирование этих проектов. Но при этом у нас есть большое количество наших учреждений, которые в данные программы по разным причинам не попали. Но связаны с теми нормативными документами, которые формирует федерация. Но они требуют ремонта, требуют внимания. И поэтому в рамках дальнейшей работы над бюджетом мы, как профильный комитет, будем настаивать, что сумма финансирования капитальных ремонтов системы здравоохранения на те объекты, которые не попали в программу модернизации, была увеличена. Такая же ситуация с вопросами обеспечения тяжелым оборудованием. Сумма, которая в предварительном варианте была направлена, она по сравнению с прошлыми годами ниже. Это тоже вопрос, который требует внимания. Еще один важный момент. Я планирую следующее заседание комитета посвятить как раз этому вопросу. Безусловно, важным остается вопрос кадрового дефицита. С 1 января начали действовать новые меры поддержки, которые установлены законами Иркутской области, указом губернатора. Мы хотим посмотреть, насколько они эффективны были в этом году, для того, чтобы в случае их эффективности увеличивать финансирование на следующий год, чтобы большее количество специалистов мы смогли привлечь в наши больницы и поликлиники. При этом, возможно, есть механизмы, которые еще требуют принятия. Вот этой важной теме мы будем посвящать и работу следующего комитета, и в целом при работе над бюджетом эти вопросы будут стоять главным приоритетом. Ну и второе направление, в рамках которого работает комитет, это вопросы социальной защиты населения. Касательно тех мер поддержки, вы видите, что последовательно мы над этим работаем. Но есть вопросы, на которые депутаты обращают внимание ежегодно, и это вопрос летнего отдыха детей. И вот в рамках проектных офисов, когда мы рассматривали бюджет, вопрос, который мы ставили на сессии и на комитете, о том, чтобы пересмотреть стоимость путевки, пока остался недорешенным. И в рамках работы над бюджетом мы планируем все-таки вернуться к этому вопросу, потому что и заработная плата в рамках МРОД, и цены на продукты, это идет в рост. А для того, чтобы ребятишки получили сбалансированное питание, хороший досуг, и проживали в рамках благоустроенных летних лагерей, на это необходимо средство. Поэтому мы все-таки считаем, что надо пересматривать стоимость путевки. Это должна быть не прогнозируемая инфляция, а значительно большая сумма, потому что только так мы сможем создать для детей комфортные условия для летнего отдыха. Лет, к сожалению, у нас в Иркутской области короткое, поэтому отдых должен быть полноценным и ярким. Надо успеть наотдыхаться, особенно нашим детям. Здесь с вами согласна. И на самом деле вы сейчас все, о чем рассказывали, и говорили о том, что не в полной мере начали вот эту пред-проектную, пред-работу. Но на самом деле даже в прошлом году, опять же, по своему опыту, по своему наблюдению, я заметила результат. А результат заключался в чем? Мы очень многие депутаты как раз об этом потом говорили вследствие уже принятого бюджета, о том, что споров на самом деле и на первом, и на втором, и последующих чтениях, их все меньше, потому что серьезная работа подготовительная как раз ведется перед тем, когда бюджет уже защищается. Поэтому вам, если такой настрой у вас серьезный и работа еще больше, даже чем в прошлом году велась, вам как раз принять бюджет на следующий год для Иркутской области такой, чтобы нам, всем жителям, потом и нашим детям, естественно, жилось хорошо в следующем году. Я думаю, что мы в рамках программы еще на тему бюджета не раз в этом году побеседуем, потому что процесс достаточно продолжительный, интересный. Но, конечно, наша общая задача с правительством и губернатором Иркутской области, чтобы все те социальные обязательства, которые власть теперь ставит, за которые она отвечает, были реализованы. Поэтому будем работать над тем, чтобы было так. Спасибо.